Я недавно читала статью о том, что в Ватикане хранятся портреты пророков и неискажённая Библия. Скажите, это правда или вымысел? Вопрос о том, что там есть портреты пророков, упомянут в истории мусульман. Когда мусульмане открыли страны Римской империи, в некоторых церквях или кельях, они нашли некие изображения пророков. Однако мы не можем утверждать, что это действительно изображение пророков. Возможно, они передавали эти рисунки из поколения в поколение, думая, что это изображение пророков, но утверждать это невозможно. Приводилось также, что существует изображение пророка, салаллаху алейхи ва салям, Абу Бакра и Умара, да будет доволен имя Аллах. В любом случае, все эти изображения запрещены в нашей религии, и не дозволено мусульманину оставлять их. Напротив, он обязан стереть подобные изображения, как об этом сказал пророк, салаллаху алейхи ва салям, с подвижнику Али, сотри все изображения. Также пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, Аллах проклял изображающих живых существ. Также он сообщил, что они являются наихудшими из творений, да убережет нас Аллах. Таким образом, изображения живых существ не дозволены, и даже если мы согласимся, что там действительно изображение пророков, то мы обязаны стереть их, а не хранить, потому что это запрещено в нашей религии. Что касается заявления, что якобы там имеются неискаженные копии Инджиля, Евангелия, то оно нуждается в доказательстве. В основе все эти версии Евангелия написали некоторые из последователей Исы, алейхи ва салям, и каждый из них написал то, что запомнил. Копий Евангелий множество, и при их рассмотрении необходимо понимать, что само Писание уже аннулировано, даже если бы мы согласились, что где-то есть неискаженная копия. Искажение бывает либо языковым, либо смысловым. И если Писание не подвергалось ни тому, ни другому искажению, то в любом случае остается то, что оно аннулировано нашей религией. Коран главенствует над всеми Писаниями, и нет ни одной книги, руководство которого бы осталось актуальным, потому что шариат аннулировал абсолютно все предыдущие руководства, а Коран аннулировал все Писания, что были до него. Недопустимо обращаться на суд к этим книгам, как и недопустимо действовать в соответствии с тем, что там написано, так как Коран отменил все предыдущие своды законов. Однако, возможно, есть какая-то польза в них со стороны имеющихся назиданий, напоминаний и других полезных вещей. Но использовать их как руководство, к которому обращаются люди и судят по ним, недопустимо, так как они отменены книгой Всевышнего Аллаха. В итоге мы скажем, что невозможно существование неискаженной версии Евангелия. Для таких заявлений требуется рассмотрение и изучение этих Писаний. Аллаху ведомо лучше. Аллаху ведомо лучше.